Что нам сказали, что это не одна типы? Нет, они имели ввиду, что белая девочка это не одна. А-а-а. Чёрная девочка это одна. Здравствуйте! С вами Лави Книгачей. И мистер Фрейм, мы продолжаем играть в эту... Эдну. Игру, да. Игру, да. Игру тоже. Слушай... Только что-то Эдна тут иногда встречается, а Харви мы и вовсе не видели ещё. Я думаю, мы это говорим каждую серию. Всё нормально. Я уже забыла. Я так подозреваю, но я не уверена. Забыла. Смотри, как будто голова там... Да. Воздушная. Я более того тебе хочу сказать. У меня есть смутное подозрение, что мы уже даже здесь чуть ли не всё заценивали, но... Да-да-да, Иисусов с печенькой точно. Воздушный шарик тоже, мне кажется. А, может и нет. Ну, давай попробуем. Так-то читать готово, да? Проверим. Это было безнадёжно. Шарик Эдны был в недосягаемости. Действительно, не помню ни про каких шариков Эдны, поэтому, видимо, не заценивали. Так, ладно. Ну, как всегда, этот самый... А знаешь, есть ещё другая фраза, которую мы всегда говорим, которую мне опять хочется сказать. Это то, что мне прям хочется, чтобы мне подсказку дали, куда первый раз пойти, чтобы это самое вспомнить. У нас, Эд, просто, дорогие друзья, был небольшой перерыв на всякие там поездки в разные места. Мы пытаемся вспомнить, как это так записывать. Вот. Но сейчас мы вспомним. Вот, да. И, наконец-то, мы дожили, дожили до того момента, когда мы уже выложили хоть какие-то серии Эдны и Харви. А, ты имеешь в виду, что мы всё это время записывали и не выкладывали Эдны и Харви? Да, да. То есть первых Эдны и Харви. Боже мой. Ладно, но это, видимо, у нас очень давно не было действительно. Ну, ладно, неважно. Чё, Кантелябр? Кантелябр висел в недосягаемости, не цепи, которая крепилась к вершушке башни. Дети всегда хотели покачаться на Кантелябре, но не могли этого сделать. К сожалению. Дети хотели покачаться. Это намёк? Погоди, погоди, погоди. Возможно, это намёк? И там было, конечно же, нацепи, а не нецепи, но это неважно. Мне кажется, это намёк. Слушай, у меня есть мысль, что, видимо, вот все эти дети... О, боже мой, более того, они куда-то пялятся. Возможно, они пялятся... На Кантелябр? Да, вдруг они пялятся не на меня. Смотри, сейчас я постараюсь свалить отсюда. Если они все пальцы... И кто это у нас тут, странная Лили? Как прошло у матери-настоятельницы? Оставь от неё, Шонни. Только если она признается, что все проблемы из-за неё. Мы... мы не получим десерта! Точно, Мемфис. И ещё нам нельзя играть на улице. Я просто хочу узнать, почему... Хватит лезть к ней! Ты же не думаешь, что это всё из-за паинки Лили? Она недостаточно крута для этого. Точно, она такая хорошая девочка. Она подмигн... Убирается, готовит. Просто отвратительно и опасно, потому что это вечно кончается катастрофой. Разве не так, Лили? С тех пор, как ты появилась в школе, у нас один несчастный случай за другим. Я боюсь полезать из кровати! Но всё это ведь твоя вина, Лили. Ты ведь делаешь то, что тебе говорят. Уверен, ты даже сейчас идёшь по делу матери-настоятельницы. Посмотрим, что у тебя тут. Шонни! Ага! Так и знал. Рецепт от матери-настоятельницы. И думаю, я пока оставлю его у себя. Посмотрим, как настоятельнице понравится ждать еду. И в этот раз нашу Лили придётся выкручиваться самой. Ха-ха-ха! Пойдёмте, ребята, валим. Ты не исправим. Бля-ля-ля, они всё-таки смотрели на неё. Всё, и более того, я ничего не смогу сделать. А, о, мне вернули управление, ура. А я уже хотела сказать, если они пялиться на неё, это даже стрёмно, потому что они какие-то крупные, а она такая мелкая. А, ну ты всё об этом? Да. Ты всё о песне восьмиклассницы, которую мы переслушали, пока нас не было. Ах, ё-моё. А, ты чё, ты серьёзно, ты не о песне восьмиклассницы? Нет. А, ну тогда ладно. Нет, я не имела в виду саму песню восьмиклассницы. Ну, я понимаю. Но ты имела в виду то, как мы её пели, да? Да, педофилия, да. Ну да вот-вот-вот и я о чём. У нас была какая-то очень странная тема, что мы всё время только сидели и перевирали слова из этого самого, из разных песен Цоя первых. Так, господи, чё я творю? Первых, где его от безделья плющит. Угу. Странный парень. Я чё-то... Не, погоди, чё-то я реально... А-а-а! Ё-моё, как люди играют? Чё-то я забыл. Ладно, так, понятно. Значит, дети сюда залезать не будут, но надо всё равно запомнить, что дети сюда, возможно, могут залезать, уничтожить здесь всё, возможно, даже повеситься. И после этого можно будет забраться по трупу, покрашенному розовой краской, и тогда можно будет взять розовый шар. В смысле, просто шар. Ну, возможно, он, правда, уже будет розовый к тому времени. О! Да, мне, кстати, в очередной раз посмотрел, какая здесь странная анимация в этой игре, понимаешь, что они хотят повторить одну, вот, и у них даже отчасти получается, вот, что ты думаешь? То есть, вот, то, что нам писали самое, а почему в этой игре ни у кого нет носов, да, что-то в этом духе, вот, их и так и нету, не то, что там носов у них вообще ничего нету. Вот у меня и забавно, кстати, было, смотри, как он, то, кто говорит отсюда, то, кто говорит от ближнего плана, как он сильно меняется. Хочу задать всё-таки пинок этой игре. Ну? Персонажи, в отличие от первые одни, да и вообще от многих нормальных игр, сделаны как-то плохо. Ты про каких персонажей? Я про всех. Кто тут встречается? Нет, я имею в виду, да, они интересные, но они разговаривают неинтересно, какие-то шаблонные все. Ну, просто шаблонные. Ну, что же, по крайней мере, да, действительно, согласен, что могу тебе сказать. Довольно пока в этом смысле было не круто, но вообще, в принципе, всё это вот ходить тут и изучать мне пока что довольно сильно нравится. А, чёрт, я понял, почему. Слушай, слушай, я понял. Мне, видимо, в этой игре нужно... О, кстати, это крепление канделябра. Надо убить кого-то этим канделябром. Слушай, отбойным молотком его, отбойным молотком. Я уверена, она это сделает. Это точно был не идеальный инструмент, чтобы открутить болт. И пока у Лилии не было достаточно веской причины, она не хотела рисковать. Жалко, а было бы неплохо. Ну, по крайней мере, открутить болт, по крайней мере, она хочет уже. Просто не вовремя. Видимо, там пока что никого нет. Там действительно никого нет. Ещё пока не массовое собрание людей. То есть, а, возможно, именно канделябра надо будет убить человека, которого нас послало убить светом. Понимаю. Да. Вот мне, видимо, пинок. Ну? Ну, она, наверное, не послала его всё-таки убить. Да это понятно, это понятно, это понятно. Это я шучу. Это я шучу. Этот самый... Забыл. Ну, ладно, позже, давай считать. Касательно пинка. Касательно пинка, скорее мне. Скорее мне. Думаю, что мне пинок задаст, когда я, наконец-то, выйду из этого всего и заиграет ненавистная тебе музыка. Угу. Тебя это не так сильно расстраивает, я надеюсь. Нет, нет, иди, я креплюсь. Я ещё пока не иду, ещё пока не иду. Сначала тебе надо будет кучу всего прочитать, например, про грустную маску. Ты готова? Давай. У каждой маски было две дырочки для винтиков. Даже пальцы Лилии не могли в них пролезть. Маска была плотно прикручена к стене. Но знала ли ты это, чтобы вы говорили? Ну, это значило, что надо найти инструмент и... Что-то маленькое, чтобы раскрутить винтики. О, какая удача у Лилии отлегла от сердца. Не-не, я думаю, причём это наверняка не прикол рассказчика. Это именно Глюки Лилии. Да! Так, что мы там не успели прочитать? Это приручена к стене. Но значило ли это, что её нельзя было врать? Да. Нет. Означило, что нужно найти инструменты. Понятно. Вот. Но мы попробуем весёлую маску. Да, это было, это было. Понятно, они просто все умеют это постоянно говорить. Но все всегда отдельно. До кучи, до кучи. Злая маска, давай. Понятно, понятно, понятно. Мы найдём инструменты, мы сможем открутить канделябр, убить кого-нибудь и первым делом напугать кого-нибудь, чтобы он прыгнул под канделябр и умер. Соответственно. Кого мы сможем теперь... Опа. Ну всё, всё. Музыка заиграла. Хана. Смертельная Беладонна. Оу. Смертельная Беладонна. Может, нам на её надо подмешать коту? Кстати, мысль. Я уже хотел сказать матери настоятельницы, но я забыл, что это же не она есть кошачий корм. Значит, кот. Логично. Я забыл, что там был кот. Серьёзно. Ну, думаю, дети так не питаются хорошо, как её домашний кот. Ну, это понятно. Ну, кстати, вот было бы забавно. Если бы дети как раз питались кошачьим кормом, понимаешь? А это самое... А то что он там стоял-то вообще? Кот? А корм? Да. О, господи. Мать настоятельница, да. Мать настоятельница запретила ли есть смертельные ягоды Беладонны, мать настоятельница обычно готовила чай над огнём в камине снаружи. На самом деле я немножко в шоке от того, где именно мы находимся. Посмотри, это лестница над какой-то пропастью у меня такое ощущение, что там чуть ли не горы какие-то, или шалаши, я не знаю, или дома вот здесь, да. Мне такое впечатление, что мы вообще в каком-то летающем замке Лапута или что-то в этом духе. Знаешь такую хрень? Это из этого. Он, возможно, не летающий, он ходящий, по-моему, но неважно. Это тот парень, который... Да-да-да, Миядзаки. А, именно Миядзаки. Именно Миядзаки. Нет-нет, именно Миядзаки. Я думала, другой такой же. Не такой же. Тот, скорее, больше с мураками похож. Имеется в виду тот парень, который я забыл, как зовут, который 7 сантиметров в секунду, или 9 сантиметров в секунду. Сколько там сантиметров в секунду, типа того? Много. Как много? Меньше 10 сантиметров в секунду. И не смейте мне говорить, что 17. Я не смотрела. Да. Ну, кстати, хорошая вещь, с одной стороны, но с другой стороны, ужасно обломовская. Мяу. Крючек. Ну, а чертовы японцы, к сожалению, они сильно... Сильно такие, да? Сильно такие. О, Господи. Ну, а ты думаешь, почему там столько поседневностей есть мураками? Ну, кстати, да. Не, ну, мураками уехал оттуда. Уехал? Да, он очень любит путешествовать. Никогда не делал, типа, путешествовать. Ну, и у него. Он, знаешь, он как-то занимается собой. Ну, тоже, кстати, одна из любимейших... Ну, в общем, многие японцы об этом мечтают. Ездить, путешествовать. Путешествовать. Здорово. В общем, не делать ни хрена. Типа того. Он, по-моему, сейчас в Америке сидит. Но пишет только, 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 по-моему, про Японию и на японском. Типа того. Обязательно на японском. Ну, само собой. Потом переводят. Ну, что, крючек. Да, Лиле доходили слухи, что непослушных детей вешают на этот крючок. В остальное время мать настоятельства вешала... На него чайник. На него чайник. Чай, чайник, заварка и всякое такое. Извини, я, кстати, на самом деле хотел сказать, крючек и не нажимать, но мышельный палец сорвался. Как-то так. Нажимаю? Да. Мать настоятельства обычно готовила чай над огневым каменцем наружу, но это было. По вечерам мать настоятельства вешала тут свой чайник. Но в это время суток она предпочитала пить успокаивающий чай в столовой. Нахрена нам так много знать? Да, даже не столько это информация. Сколько на хрена вообще камин? О. А, это всё очень подозрительно. Причём кого-то можно якобы подвесить на этот крючок. Забавно. Возможно, ногами вверх. Мы же с тобой читали, что происходит с людьми, когда их подвешивают ногами вверх. Да. Я, правда, не помню уже какого чёрта мы это читали. Может быть, это читали в связи опять же с этой игрой или нет? Не помню, честно не помню. В связи с чем-то читали. Это чудовищная вещь. Мы ещё думали, убивает это людей или нет. Потом пришли к выводу, что всё-таки убивает. Но в любом случае это ещё и очень стрёмная пытка. Вот. Прям ё-моё. Прям, прям ё-моё. Если очень долго висеть, да, убьют даже. Ну, скорее всего, да. Я думаю, да. Потому что это всё это в вашей кровотоке уже совсем. Давление на мозг очень большое, да. Кровь там вся застоялась, капец. Вот. Крепление. Кажется, на стене был какой-то кронштейн, но Лили не могла разглядеть без света. Какой кронштейн? Я вообще думал, что там написано «корнишон». Знаешь, что это «корнишон»? Нет. По-моему, это этот самый. Корнишок? Не. По-моему, это... А, слушай, это же кабинет матери-настоятельницы. Пошли отсюда. Вали-вали-вали-вали-вали. Я случайно сюда зашёл. Я думал, что она в другом месте живёт. Ё-моё. Я ещё думаю, что это она именно сюда приходит делать чай? А это её кабинет. Ё-моё. А, из спали мы вышли. Понимаю. Там мать-перемать, короче. Это коридор школы, знаешь... Как думаешь, в коридор или вниз? Наверное, в коридор. Ты как думаешь? Давай коридор. Вполне. Опять музон. Так, это Капу? Капу. Капу. Вы с ним поговорили, теперь он тут стоит. А кто такой Капу? Ну, он типа нормально с тобой относится. А-а-а. Отнёсся из всех этих стрёмных шалонных личностей. Понятно. Так, Капу... А, стоп, смотри-ка. Он загораживает проход. Есть куча школьных часов, которые можно заценивать. Мне эта игра, знаешь, начинает напоминать какое-нибудь второе чёрное зеркало. Что-нибудь в этом духе, как-то, знаешь, так ходишь, ходишь, типа, Эд заценил, Эд заценила, пошёл дальше. Как-то так. Мне вот именно по геймплейным ощущениям чём-то напомнило почему-то. Вот. Так, ну чё, Гаргулия? Гаргулия. Гаргулия давно уже была неустойчива. Лишь тонкая верёвка не давала ей упасть. Почему она до сих пор не свалилась? Я понимаю. Теперь нам всё время будут намекать на способы убийства людей. То есть я даже не уверен на то, что все эти способы сработают. Понимаешь? У меня такое впечатление, что просто это играют на наших чувствах. В том смысле, что Лили убила человека, они периодически сейчас говорят о несчастных случаях. И еле вокруг Лили видит способы убить человека. Что-то в этом духе. Вон там, петарды. Петарды. Как они оказались наверху? И всё. Её моё. Но он нас и сказал зато с каким выражением. До школьных часов было не дотянуться. Похоже, Гаргулия переживала за своего спутника, но она и пальцем не пошевелила, чтобы дать ему упасть. Но она и пальцем не пошевелила, чтобы не дать ему упасть. Типично. Он это сказал даже с раздражением, знаешь. Слушай, а я, кстати, не замечал. Они действительно, по-моему, так расставлены, что прям действительно вот это прям падает. Прямо такой, дыма, ё-моё. Прямо ему плохо, на самом деле. Погоди. Так что за нахрен? Секунду. Это что? Это рука или нога? Вот это вот. А, я понял. Всё, до меня дошло. Вот две ноги. Вот этот вот маленький кусочек, похожий на ухо. Это рука, кажется. Вот. А это, разумеется, ещё одна рука. А это вообще крыло какое-то. Ну и, соответственно, с ней-то всё понятно. Кстати говоря, вот это деревянное хреновье на меня напрягает. Может, дверь? Что я смогу отсюда выйти и взорвать петарды? Ну, посмотрим. Я думаю, да. Причём, может быть, в таких странных позах именно Лиль их видит? Ну, это уже перебор. Хотя... А чёрт знает. Потом они оживут, что побегают, да? Ой, это вряд ли у них... Ты думаешь, дедальки сделают такую анимацию? Ну... Вряд ли. Да. По крайней мере, не в этой игре. Это, на самом деле, отчасти повезло смотреть. С одной стороны, очень сильно раскрутили в смысле денег, потому что, типа, какой классный внешний-то. С другой стороны, поскольку та же стилистика, что и у Эдны, то, я думаю, особо тратиться-то не пришлось. Хотя, чёрт побери, она двигается всё равно довольно плавно. Капу? Угу? Сначала оценка. Да. Капу был самым милым парнем во всей школе. Он так сильно нравился Лиле, что она даже называла в честь своего таракана. Это напоминало Лизе, что она уже пару недель собиралась... Собиралась... Я сам прочитаю. Так, соответственно, таракана собиралась проделать дырочки для воздуха в его коробке. Пару недель. А-а-а... Угу. А, кстати, я не знаю, тараканы вообще дышат? Э-э... Лили, рад тебя видеть. Надеюсь, ты не слишком расстроился за Шуни. Он идиот. По-моему, ты классная. Сердце Лили замерло. Это было самое приятное, что ей когда-либо говорили. Ё-моё, причём погоди, с ним больше разговаривать нельзя. Вот обидно. Может, его убить с шариками. Ну-ка. Оставь свои вещи себе, тебе наверняка непросто было их да раздобыть. Ммм, ну, он как хочешь. Ты какая-то напряжённая, что-то не так? Лили хотела рассказать ему о своих проблемах, но она не могла выдавать Эдну. Ну, если тебе что-то нужно, только попроси, знаешь, я за тебя волнуюсь. Хе-хе-хе. Ну, хоть так, чё, прикольно, прикольно. Э-эм, да. Непонятно, непонятно, зачем тут капу. Блин, опять же, это большое такое пространство, в котором я немного теряюсь. Но в этом пространстве пока что очень мало чего есть. Поэтому, может быть, всё-таки не слишком сильно потеряюсь. Вот у нас ещё кладовая имеется. Продолжаем изучать, что могу вам сказать. О, господи, боже мой. Всё, началось что-то интересное. А, оно моргнуло или мне показалось? Старичок. Он что, жив? Старичок, да. Я думал, это чучело. Я тоже. Э-эм, оцениваем. Э-э, да. О, всё-таки это не скелет из класса биологии. Это просто старичок из класса истории. Ха-ха-ха-ха. Продолжай, кетчупа, пожалуйста. Продолжаем. Как грубо, с моей стороны. Я забыл сказать тебе... Я забыл сказать тебе... Э-э-э... Я забыл сказать тебе, как всё было раньше. Как построились пирамиды. Я был главным хрестателем на северной стороне. Да-да, в своей жизни я объединил... Я объединил... Объединил с тибет, сказала я. Тогда я служил выбивателем ковров у тех разных Далай-лам. Для одного из них я даже был ассистентом перерождения в родильном отделении. Но всё было совсем иначе. В тот год, когда я был дизайнером интерьера для древних майя. Установить мистическую головоломку, тут спрятать пару артефактов. Бальковы там... О, да. Я строил тайные склепы, когда ещё и там была... В независимой рок-группе перезагрузка Инквизиции. Но она распалась, к сожалению. Время было неподходящее для такой музыки. К тому же наш барабанщик подхватил чуму. Я стал старым. Таким старым, что гожусь только на то, чтобы быть экспонатом в клав... В клав... История! Слушай, нет, он всё-таки, к сожалению или к счастью, нет, к счастью. Это не это самое, не учитель, это действительно экспонат. Только, блин, мне кажется, что это не класс. А, или там и было сказано, что это именно кладовая. Кладовка, да. Ага, понятно. Но есть многие вещи именно как будто бы из истории. Хотя не то, чтобы... Нет, действительно, очень много разного хлама. Мне, кстати, это место однозначно нравится. Заметь, причём, он действительно не стоит, он висит на своих подтяжках. Я думал, что это его ноги, вот эта вот коричневая. Но его ноги заканчиваются здесь. Да-да, но он стоит на этой штуке. Ты думаешь? Да. Ну тогда ладно, уломала. С одной стороны, мне захотелось закричать, мол, что ты там говорила про саблонных персонажей? С другой стороны, пока что он просто нанёс бред. Да. Ну, по крайней мере, прикольная идея, что он вообще висит. Скажем так. Жма. Давай. Я вернусь к этому через минутку. Сказала, я хотел тебе, что для рассказывания истории требуется умение. Поэтому я какое-то время работал экспонатом для класса истории в монастырской школе. Я просто должен был рассказать истории раз в неделю. Например, как я раньше выкапывал склепы с тамплиерами под школьной часовней. Или как я работал световиком для высадки на Луну. Угу. Еще раз. Я вернусь к этому. Не-не-не, понятно-понятно-то. То же самое. Да... Это было странно. Да. Это было немножко слишком странно. Я опять же понятия не имею, нафиг он тут есть, но ладно. Пожалуй... Ну, по крайней мере, он мыло... Мыло. Он, по крайней мере, мило выглядит, когда спит. Типа того. Судук скаута. Эй, не трогай ничего, это мое снаряжение скаута. Только сертифицированные скауты могут его трогать. Ага, мне нужно будет показать ему значок, которого у меня нет. Может быть, ему отравить его ягодой? Что это? Это напоминает мне... Нет, не могу вспомнить. Это ни о чем мне не напоминает. Какой скучный старик, а я случайно. Ладно, окей, а нафиг мне сундук скаута? Еще один сундук с сокровищами. Сегодня был самый счастливый день в жизни Лили. Сразу после дня, когда ей не нужно было есть ревень, потому что у нее сломалась кость, сломался зуб. И мы как раз сейчас запутались, что такое ревень. Или нам писали об этом. Слушайте, а что-то было такое или не было? Я запутался. Не помню. Что-то было. Что-то я наконец запутался, блин. Слишком долгий перерыв, ничего не помню вообще. Что-то, е-мое. Ладно, пожалуй, это именно та часть квеста, в которой мы просто ходим и просто пытаемся понять, что вообще тут кругом есть. Да, конечно, это заставляет немного нервничать, потому что экранов уже многовато. Не, я пока спокойно к этому отношусь, потому что на этих экранах мало что тут. Мало что есть? Да, 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 нет, пока что я все более-менее запомнил, понимаешь? То есть это, по крайней мере, не поиск, в котором надо тысячи всего найти, типа того. На полке было три пустых подставки. Это могло что-то значить, а могло ничего. Не значить. Кто-то запер морскую свинку в банке. Животное словно было не против, она даже не пыталась выбраться. Я надеюсь, оно живо. Они вполне могли его забальзамировать там или что-нибудь в этом духе. Я думаю, оно не живое. А, мы его взяли. Мы не можем рассмотреть его ближе и понять, что с ним происходит, ну ладно. Так, еще одна банка там есть. С ней нельзя соимодействовать? А то там странная тварь. Нет, это всего лишь... Лично мне здесь видится голова барана. Причем такого мультяшного, знаешь. Это нос, это глаза, там... Ноги. Он падает. Нет, это шевелюра с рогами. Я так не вижу. Ну, ноги тоже вариант. А ты что, ты реально видишь барана? Нет, я вижу странную тварь. Которая падает, да? Щенок. Которая падает, да. Ну, или плывет, и ноги у нее так всплыли. О, господи. Какая-то... О, погоди, мушкет. Нужно убить старика, давай. Мушкет. Лили попросила мушкет на прошлое Рождество. Вместо этого она получила мускусную крыс, который доедал ее имбирные пряники, наверное. Ну, печенье, но это не важно, пряники вкуснее. Ненавижу, кстати, имбирное печенье, такая гадость. А вот имбирные пряники вкусно. Вот, ну не то, что гадости, ну, оно какое-то, ну, у меня есть ничего особенного, хрень какая-то. Не знаю, я тебе могу дать попробовать, ну, такая гадость, серьезно. Шарлис, кстати, делают их. Кроме прочего, кроме прочего. Можно еще и по-другому купить. Ну, такая фигня, мне не нравится. Эй, не трогай ничего, это мое снаряжение скаута, и это все было. Да, снаряжение скаута, некоторые из них, руки. Возможно, этого не было, кстати, насчет мушкета. Да какая нахрен разница? Так или иначе, мы все равно должны ему принести этот самый, как его, значок, вероятно. И потом сможем всех убивать из мушкетона. Кстати, не знаю, чем отличится мушкетон от мушкета. Хрень, вы знаете, честно говоря. Насчет, кстати, опять же, кстати говоря, вот ты говорила насчет персонажей. Знаешь, все-таки здесь есть, вот все, я все-таки понял, как защитить эту игру. Значит, здесь есть один очень выделяющийся, прикольный персонаж, с которым очень здорово разговаривать. Это рассказчик. Ну, рассказчик ничего, только в сравнении со всеми остальными. Вот именно, он, да, он куда ни шло. Он мне нравится, мне нравятся его ремарки. В основном все-таки нравится, да. Модель орла, шкаф... Бригет? Биргет! А! Бригет! Девушка, которая зовут Бригет. Изображения животных были запрещены для Лили. Мать-настоятельства разрешила ей вышивать только крестики и линии. Но Лили даже... Даже они удавались с трудом, и ее часто ругали. Помню, были изображения животных. Извини, я опять случайно нажал. Мне все время... Какая-то странная валерь. Я все время периодически рандомно нажимаю правую кнопку мышки. Надо мышку держать подальше от предметов, блин. Ой, попробую взять. Хватит! Оно нужно мне в качестве модели. Мне кажется, это гермион, оно только очень стрёмное. Ну, давайте с ним поговорим, что ли? Нет, шкаф. Шкаф был заперт, как обычно. И снова попытки Лили были бесполезны. Только мать-настоятельница могла открыть шкаф. Только не шкаф! ШКАФ! Нет, не буду тебе говорить, а шКАФ! Ладно, 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 ладно. Даже не пытайся отвлечь меня, Лили! В отличие от тебя, у меня есть чувство долга. Ты не станешь любимым с матерью-настоятельницы, если будешь стоять как дура весь день. Я про тебя. Я тружусь после лица, чтобы получить все почести и награды. Единственное, что мне не хватает, на пути к идеалу, это золотые значка с девочки-скаута на ленте. Поэтому я работаю в свободное время, чтобы моя вышивка была идеальна. Мать-настоятельница обожает вышивку, поэтому, что мы животные несут в себе важные ценности. Но ты в этом ничего не понимаешь. У тебя никогда не получалось вышивать. И вообще ничего не получалось. Господи, боже мой. Не говоря о том, что с ней, именно с этим существом, почему-то можно очень много разговаривать. Это облом. Ого! Это облом, потому что что-то пока что она меня не впечатляет. Меня что-то никто особо не впечатляет. Ну, это просто девушка наест на Лили. Чистый, знаешь, такой. Типа, Лили, ты дура, потому что ты дура. Лили, у тебя ничего не получается, потому что ты дура. И как-то так. Ну, они все так говорят. Да? Какой ужас, блядь. Да. Ну, Эдна более-менее куда не шло. Рассказчик. Рассказчик тоже. Ага. Вот. Все вместе, они захватят мир. Рассказчик. Ну, вместе они, да, более-менее. И уничтожат его? Ну, Эдна была, что ли, как это, более тонко, забавно. В первой? В первой части, конечно. У нее такие довольно тонкие все-таки шутки были. Очень забавные. Она просто там подросла. Или она здесь подросла, я так и не понял. Она здесь подросла. Да. Что она тут делает? Это, как мы узнали, все-таки сиквел. А, ну да. Нам это вроде написали в одной серии. Да. Недавно. Ой, понятно. Так что, возможно, чтобы получить значок скаута, мне нужно все-таки что-то сделать с животными. Которые тут. Хм. Все запутано. Ну-ка, нажму. Давай уже к делу, а? Те явно не хватает парочки важных наставлений в плане ценностей. Ты ничему не научилась, глядя на мою вышивку, получившую столько наград. Каждое животное символизирует черту характера. Медведи символизируют силу. А олени — храбрость. Бывают и негативные черты, конечно. Например, дикобраз — медленный и сонный. Прикольно. Поэтому на наших флагах нет дикобраза. Да. Ну, может, он есть в твоем сменном гербе? Семейном, да-да-да-да. Ой. Ты медленный и сонный. А может, действительно? О, слушай, мы вышьем дикобраза, мы наделаем кучу игол на чей-нибудь труп. Мяу. Что? Ё-моё. Вышивка. Если тебе интересно, что я тут делаю, это называется вышивание. Знаю, это не твой конек. Иначе, мать настоятельница не запретила бы тебе вышивать. Какая жалость. Я знаю, как тебе нравилось вышивать. Лиле пришлось признать, что Биргит права. И её работящая подруга была куда более талантлива, но это было не повод желать ей заразиться неизлечимой болезнью. Ни даже болезнью с гнойной сыпью, ни болезнью, при которой лёгкие выворачивает наизнанку от кашля. Ну, как-то он топорно всё сказал. Очень интересно, смогу ли ей сунуть ягоды? Вот мне сразу захотелось подумать, была ли это подсказка отсутствующих словок. Отсутствующих словок. А может быть. Жмак. Да. Смотри, причём, я сначала не понял, я сначала думал, что она именно голову вышивает, потому что сюда нажимаешь животное, чего животное. Вот. По всей видимости, это именно, да, вот как мы здесь прочитали, она смотрит на эту рожу и вышивает её. Кстати, вопрос. Реальная ли это рожа? Наверное, нет. Реального орла? Угу. А чёрт знает тут странная рисовка. Да, кстати, непонятно. Тут всё довольно реальное. Типа, знаешь, это реальное окно. А-а-а. Да, я верю вам. Тихо ты. Мне только что пришла идея, чтобы ушивать на последнем флаге для столовой. Ну вот, я уже забыла. Спасибо, как всегда. Молодец, Лили. Если хочешь помочь, проси мать настоятельству о подходящем животном. Я уже закончила все свои узоры. И запомни, в это время мать настоятельства всегда в столовой пьют успокаивающий чай. Так что не ходи в её кабинет. Там запрещено входить туда без спроса. И поторопись. От этого зависят мои оценки. А, это любопытно. То есть получается, что всё-таки в её кабинете никого нет. И поэтому, возможно, можно зайти. Ага. Пока что эта игра, мне, с одной стороны, мой разум не смущает. Но, с другой стороны, немного действительно стрёмно, что мы, похоже, здесь застряли пока на этих экранах. Конечно, ужасно шаблонные персонажи. Напоминает, знаешь, чего? Чего? Может быть, ты мне сейчас щелбан дашь? Давай. Но мне напоминает эта игра, мультфильм Паранорман. А, Паранорман. О, слушай, да, точно. Было бы очень здорово, если бы... Что? ...персонажи были нормальные. Было бы очень здорово, если бы Паранорман вообще более-менее нормально сделали. Потому что начало-то мне понравилось, кроме всего остального. Ну, все персонажи какие-то... Да-да, они, да, они ни о чём. Да-а-а! Да, они ничего не делают. Да там вообще-то такая хрень эта, Паранорман. Понятно. Не, ну, блин, у нас, конечно, есть малая возможность действительно забросить эту игру. Типа, знаешь, такая, знаешь... Ой, нет, нет, нет. Я не считаю, что эту игру нужно заброшить, конечно. Не, ну, что, можно было бы, если полная хрень-то. Ну, персонаж очень разочувствует. Тем более, что писали, что некоторым она всё-таки нравится. С другой стороны, вроде бы писали, что всех она разочаровывает после первой. Так что чёрт её знает. Но, в принципе, люди её хотят, так что получите. Ну, первое шедевр очень хорошо сделано. Персонажи отличные. Там куча этих самых вариаций. Мы, конечно, так не задрачивали, но оказалось, что их, правда, было много. Нам сказали, там, комикс применять на всё подряд. Но, к сожалению, мы уже вообще записали одну. К тому времени. К первую. Ну, мы немножечко применяли комикс. Кстати, не то, чтобы меня это сильно впечатляло. Там, действительно, всё время она говорила что-то по поводу этого капитана, который там то может, это может с этим. Ну, кстати, меня не особо впечатляли именно эти её реплики, поэтому мне что-то не особо-то хотело их всех услышать. Что-то такое. Ну, в принципе, так же. Ну, впечатляет, что такая была работа вообще проделана в этом смысле. Да там много работ было проделано. Один только человек-жук, вернее, блин, пчела что-то стоит. Вот её сделают человеком пчелой, и всё будет хорошо. Ну, они тут, кстати, будут в этой игре. Ну, по крайней мере, мы это видели на скриншоте, да. Ну, мы это всё лишь видели на скриншоте, мы больше ничего не знаем. А что, этот ролл-скриншот? Кто-то нарисовал. А что, может быть? Так, скаут. М-м-м? Хватит меня отвлекать. Из-за тебя я никому не получу последнюю и никогда не получу последнюю награду. Золотой значок девочки-скаута на ленте. Вот да. О, господи. Игра, дай мне антиуныние, пожалуйста. Ты можешь это? Я верю в тебя. Так, ладно. Ну, зато есть Иисус, который съел последнюю печеньку, это мне нравится. Ну, хоть что-то положительное. Вон, кстати, в столовой тут ест мать-настоятельница, пьёт чай, вон она. О, поролась-то. О, боже мой, Дорис. Я знаю, да, Дорис впечатляет. Гамбургер еще смотри. Кто? Какой гамбургер? О, Дорис. Какой кошмар. Они это едят. Ужас. Ну, они, я думаю, еще и не такое едят. Или это Дорис ест? Это самый лучший способ стереть все выражение лица. Я, кстати, знаю, почему нам нужно будет записывать эту игру в любом случае. Ну, ну. Потому что ты записывал Анг-3, а эта игра все-таки... Лучше, да? Лучше Анг-3. Лучше Анг-3 вообще такая ни о чем на фигня. Так, смотри, нам сюда ни в коем случае нельзя было заходить, кстати говоря. А я сюда злобно зашел. И, возможно, да, мы можем взять штырек. Штырек! Не бумажку, а сам штырек! Бумажку оставь! Хорошо. На гвоздь была написана записка. Она не знает. Дорогой, зачеркнутый мистер Симельбах, должна признать, я удивлена тому, как вы выполнили мою просьбу, прислали питомцы для моих учеников. Я имела в виду настоящее животное, та, что символизировала бы важные ценности. Например, пуму или питона. Но морская свинка, которую вы прислали, бесполезна. Я заспиртовала ее, чтобы сохранить для расчлененных на уроке биологии. Пришлите мне нормальное животное немедленно. Иначе по нашему сотрудничеству конец. Никаких пожеланий. Мать настоятельства, Игнес. Никаких пожеланий. Как с наилучшими пожеланиями. Это как Сергей написал. Как он написал с неуважением или без уважения. Да, да, да. А то он все время присылал с уважением. С уважением у него по умолчанию было. А то без уважения, Сергей. Господи. Слушай, пума или питом? Пока что эта игра очень... Ой, ой. Лиле надо было быть осторожной, чтобы не попасть гвоздем в глаз. Несчастные случаи случались так часто. Отлично. У нас теперь есть гвоздь. Мы сперли гвоздь. Это совершенно замечательно. Ну, осталось только попасть кому-нибудь им в глаз. Кстати говоря, про глаз. Вы уже заделся глаз в картине этим штырем? Да вряд ли. У нее слишком здоровые глаза. Ты будешь подсматривать через нее. Что это было? Лили. Ну, как всегда. Не, она просто что-то промычала себе под нос. Да она всегда так делает. Да она всегда так делает. Вообще непонятно, что у этого страшного существа на уме. С нами разговаривает какой-то псих. А вдруг мысли... Лили так мыслит. Ой, боже мой, я думаю, что ты права. Ну, по крайней мере, у нас рождаются хорошие идеи. Что я могу сказать? Не, пока что действительно это все мало чего наполнено. Ой, Бридж, да, иди к черту. Биргит. Какая разница? Не отвлекай меня. Ты видишь, что я работаю? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно. Насчет этого. Ты уже спросила мать настоятельницу? Ну так, ступай и спроси. Дай им морскую свинку спиртованную вообще. А у меня разве есть? А, у меня... А, у меня она есть! Что это еще такое? Животное для узора? Таких моделей животных не бывает. Она должна стоять на подставке. Ты что, вообще ничего не знаешь? Слушай, неплохо, неплохо. Причем это не хорошая подсказка, а именно, что мы, так сказать, имеем на случай ужасную подсказку, так сказать, она теперь провалится. Только я не знаю, зачем нам это надо, но мы это сделаем. Лилия побоялась, она была довольно неуклюжей и не могла достать свинку из банки. Лилия печально подумала о фиаско с карликовым кроликом. О, господи. Чего? Не знаю, не знаю. Половину там не прочитал по-нормальному, уж простите. Да черт с ним, не важно, по крайней мере, смысл ясен. Возможно, нужно Эдну попросить мне банку-то открыть. По-моему, мысль-то неплохая. У этих нужно еще не забыть какую-то, что-то, тоже какую-то фигню у них надо, то есть, переть, то ли дать. Держи банку. О, морские свинки очень милые и полезные. Как и ты, Лилии. Эй, все. А смертельная Беладонна? Ты знала, что смертельная Беладонна на самом деле очень вкусная и полезная? Это доказывающий факт, может рассказать всем друзьям. Это доказанный факт, можешь рассказать всем друзьям. Да. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет. Возможно, это чушь какая-то. Очень мило с твоей стороны, но мне не нужны шарики. Я потеряла свою рогатку. Угу. Это очень забавно, на самом деле. В данной игре имеет смысл применять вещи на Эдне, оказывается. Потому что Эдна сохранила свои интересные идеи, ну, эти самые комментарии. Но только какого черта она сидит, черт мой? Ну нет, это не... Фигня, ну ладно, фигня. Ну, не такие, как в прошлой части. Ну, не сохранила. Не сохранила. Ну, они у нее довольно неплохие. Возможно, они все силы вложили в нее все-таки. Но более-менее неплохо, как рассказчик. Сойдет. Неплохая мысль, но боюсь, она не поможет нам избавиться от доктора Марселя. Этот тип все время возвращается. Как Терминатор или Санта-Клаус. Или Санта-Клаус-Терминатор, как в Футураме. Там было что-то в этом духе. Ну-ка еще. Неплохая мысль, но боюсь, он не поможет нам избавиться. Ладно, 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 ладно. Санта-Клаус, я понял. Черт. Блин, ну... Как бы тебя разбить? Лили побоялась поранить морскую свинку. Она была довольно неуклюжей и не могла сама достать свинку из банки. Лили печально подумала о фиаско. Да, фиаско с идиотским кроликом. Так, нам нужно как-то достать свинку из банки. Ну, пока что все более-менее понятно, по крайней мере. И какой бы бред это не был, но нам, видимо, пора заканчивать. Давай хотя бы немножко столовой осмотрим, чтобы было хоть чуть-чуть интереснее. О, боже мой! Игра заглючила. ФПС упал, когда я только перешел сюда. А-а-а! Давай зацени Дори. Давай-давай. Лили, нравилась Дори, и ее чувства были взаимны. Ты чего уставилась на меня, глупая негодяйка? Она была черствой снаружи, но мягкой внутри. Если будешь так пялиться, я тебе шею сверну. По крайней мере, она любила детей. О, как я ненавижу детей, чтобы вы все сдохли от оспы! Не считая Эдны, Дорис была лучше подругой Лили. Мне, кстати, нравится Дорис. Бред такой. Я имею в виду, даже без комментариев рассказчика, она довольно забавна мне. Мне нравится, что она, в принципе, не нарисована. Это, знаешь, очень хорошо выглядит в месте, где остальные люди чуть больше нарисованы. Да, еще свою руку... Да, все по лу, да? Да. Короче, давай хомяка на Дорис. Может, она его откроет. Ну, давай. Я сыта по горлу. Разве я сказала тебе уже тысячу раз? Выметайся! Ну, погоди я! Да-а-а! Можно мне банку? Мне нужно успокоить пальцы. Ой. Фух. Спасибо. Чуть не сорвалась. Сиди, забирай свои шмотки и проваливай живо! Отлично. Я и так и понял, что эта брутальная женщина просто обязана уничтожить банку. Теперь вот вопрос. И достать свинку. Да, вопрос следующий. А оторвет ли она свинке голову? Мне бы хотелось, чтобы да. Лили решила, что это прекрасная идея. Морская скринка производила прекрасные впечатления в качестве модели животного. Как Руфусть всё заставила, блин. Интересно, это был всё-таки труп или нет? Я абсолютно уверен, что... Не знаю. Ау. Да я думаю, труп, труп, что она там? Погоди, там даже было написано, что она её там забальзамировала и всякое такое прочее. Так что всё чётко. Но изначально это не был труп. Просто её убили чуть раньше, чем Лили. Её убила мать-настоятельница. О-о-о, да нет, нет, ей прислали же. По крайней мере, это обычная фигурка животного. Но ты думаешь, оно символизирует важные ценности? Ну, конечно. Морские свинки были милые, маленькие и всегда радостные. Лили всегда пыталась следовать их примеру. Ну, если ты так говоришь... Возвращайся через пару минут. Если не будешь меня отвлекать, я быстро закончу. Нет, там было написано в записке, что ей прислали живую. Типа, как домашнего питомца для... Ну, вообще, питомца для детей. И, типа, мать-настоятельница сама её убила и забальзамировала. А где записки было написано? Да, да, да. Ты сама читала. О, ё-моё. Ладно, мы опять сделаем какую-то гигантскую серию, блин. Так, я сейчас ещё хочу вернуться в класс. Сейчас закончил. Да, yes! Флаг был восхитительным. Биргит прекрасно постаралась. Взять. Такая тварь ещё нарисована. Я реально могу взять. Слушай, ну у нас прям прогресс, прогресс. Я так сволнована. Нет, нужно торопиться узнать, что она думает о моём последнем флаге. Не терпится узнать. А. Да, она думает, что, блин, этот флаг отвратительный. Я сам знаю. И мы сами сделали это. Потому что Лили хочет подражать морским грёбаным свинкам. Мы записали, наверное, уже около 50 минут. Блин. Ну, на этом, я думаю, мы прощаемся. Хорошо, хорошо. Мне, видимо, игра всё-таки нравится. Никак закончить не могу. Ладно, бай. Бай. По крайней мере, вместе с Дорисом. Потому что мне Дорис нравится. Значит, поговорить с ней очень классно. И с ней тоже поговорить. А потом, короче, её замотать в этот флаг. И, короче, пускай она на нём висит. И будет весело. И да. А он там какие твари зато на флагах. Это медведь. А это орёл. Все стрёмные. А это свободное место. Наверное, на свободное место надо будет поесть. Я понял. Да. А теперь прощаемся и не надо трогать кокосы. Прошу тебя. Пай-бай. Мяу-мяу. Прошу тебя. Продолжение следует...